Мы хотим предложение сделать, чтобы, как у нас в Государственной Думе, каждый раз 10 минут политических выступлений, чтобы в регионах так было, хотя бы 5 минут. Там депутатов нет возможности выступать. Мы хотим, чтобы на выборах были везде КАИБы. Только электронные урны обеспечат честное голосование. Поэтому будем добиваться. Мы деньги уже выделяли. Истратили их не туда. И нужна вертикаль всех избиркомов, как и вертикаль всех счетных палат. Тогда будет более эффективная работа. И избирательный процесс, и проверка со стороны счетных палат. Собаки продолжают загрызать людей. Это виновата Госдума. 6 лет не можем окончательно принять закон. Уже надо закон о запрете снижения диких животных в жилье. А мы по обычным собакам. И вот девочка катается с горки, загрызли. Маме дали 10 тысяч на похороны. В Америке это пособие ежемесячное на питание. Бедным. А здесь жизнь человека. Вот он, местный владелец собаки, оценил. Ну, в российском времене наук гомеопатию назвали лженаукой. Но почему-то ушло на это, по-моему, 200 лет. Теперь не датометр у них. Тоже вроде бы неэффективно выверяют. Вот здесь какая мафия действует? Те, кто не хотят, чтобы были гомеопатические аптеки. Те, кто не хотят, чтобы мы проверяли продукты в магазинах. Кто-то должен встать на защиту. Мы предлагали комитет по продовольствию сделать. Не хотят. Сейчас будем решать, кому поручить это. Ну вот, наконец, правительство согласилось с бессрочной приватизацией. Но мы об этом говорили каждый год. Отвергали наш закон ЛДПР. А теперь впереди выборы президента. Надо как-то ублажить граждан. Вот они такие добрые. Теперь приватизация будет бессрочная. А до этого отказывали. Ну, что делать? Ну, талоны на питание обещают. Всегда идем вслед за кем-то. В Америке уже давно это делается. И, по-моему, на приличную сумму 150 долларов. Вот. А мы введем, наверное, с 2018 года. Это важно, чтобы люди малоимущие имели бы какую-то гарантию питания. Независимо от денежных доходов. Ну, будет ужесточаться наказание для болельщиков. Это давно нужно было делать. Вот наш миллиардер Мельниченко. Капитал 8 миллиардов. Самая дорогая в мире яхта. Самая длинная. Семь этажей. Каюты. И ночной бар. И там под водой он. Рыбок наблюдать будут и его гости. Ну, ни один человек в мире этого не делает. Ни один. Ни семейства Ротшильдов там, или Рокфеллеров, Дюпонов. Самые богатые люди на Западе не позволяют этого. Скромно всегда одеты. А это гуляй. Гуляй, Вася. Всё. Это же деньги народа. Издеваются. Издеваются. Хотя бы сидели, молчали, чтобы мы их не видели и не слышали. Ну, может, хочется, как же так. Он, Мельниченко, заработал. Да? Пятиэтажки. Вот. Ещё до конца все снесут в Москве. Что за строительство? На 50 лет. Мой дом в Алма-Ате, не мой, а где я жил, стоит 75 лет. И никто не собирается сносить. Центральный аппарат находится в здании, которому 111 лет. Почему при царе? Строили на века. Почему при Хрущёве построили на 50 лет? Это же неразумно. Построили дома, снесли, снова построили. Потом удивляются, что не хватает жилья. Ну, вот, землепользование. Постоянно жалобы граждан. Выясняется, что это не их участки. Что это не их дома. То есть в городах обманутые дольщики. На селе обманутые землепользователи. Кто всё это делает? Чиновники наслаждаются деньгами, полученными как левый доход. А граждане все в нервотрёпках. Белоруссия дала разрешение выдать лапшина Азербайджану. Ему там грозит 8 лет. Он Карабах посетил. Это же идиотизм. Он имеет право быть там, где он считает нужным, так сказать. Карабах никем, так сказать, не отрегулирован этот вопрос. И он гражданин России. Вот братская республика. Вот он, братские народы. Значит, Украина не стала давать разрешение. У него три паспорта. Израильский, украинский и российский. Только Белоруссия дала. Чего ей? Зачем это нужно? Уколоть. Великая Белоруссия вот отдала русского лапшина на растрезание в Баку. Как хорошо. Партизан Лукашенко вот добился такого великого успеха. Коммунисты наши в пример показывают. А он просит денег всё больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на съезде, 30-м ЛДПР, если внутренние цены, становитесь частью нашего государства. И у вас будут все внутренние цены. И полная безопасность. Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего не предлагаю. Я объясняю, что внутренние цены для тех, кто находится в составе российского государства. Ни одно государство в мире не будет продавать товары по внутренним ценам иностранца. Он этого не понимает. Вот дайте Россию, давай. А независимость ему нужна. Какая независимость? От чего? На иждивении сидят друг у друга, весят бывший наш Советский Союз. И всё они хотят независимости. Да города должны быть независимые. Витебск отдельно, Гомель отдельно, Могилёв отдельно, Гродно, Брест. И шесть республик давайте организуем. По России тоже организуем. Все хотят независимости. Семьи распадаются. Люди не хотят жить вместе. У нас же будет анархия, если все разбредёмся и будем, так сказать, ползти. Поэтому в этом плане, как бы мы, значит, вот это социальная проблема у нас, зампред по социальным вопросам. Ну, она курировала и курирует все вопросы. Но здравоохранение проблемы остаются. Образование проблемы остаются. Жильё проблемы остаются. Доходы. Как она регулирует доходы? Вот ищем, как бы выжить из граждан. Побольше их налогами обложить. Естественно, и бедные, и богатые платят одинаковые налоги только у нас. Во всём мире налоги до 90% наследственные. Чем дальше родственник от отследователя, тем выше налог. Ну, у нас хотя бы сделайте три налога. 5%, 13% и 20%. Нет, упёрлись. 13%. Ну, вот теперь надо заставить граждан платить за аренду квартир. Да не будут ничего платить, и в аренду не будут сдавать. Будут стоять пустые квартиры. И всё. То есть, да вот неумение. И, конечно, социальное напряжение будет расти. Бедных становится больше. Мы догнали по количеству бедных в США. Вот надо гордиться, что у нас количество бедных на душу населения такое же, как в Соединённых Штатах Америки. Там 45 миллионов, у нас 23. Вот там населения в два раза больше. Вот достижения у нас. У нас есть достижения. По количеству преступников мы догнали их. У них там 2 миллиона сидят, у нас меньше миллиона. То есть вот отрицательные показатели у нас сравнялись. Так для чего, для этого перестройку делали, что ли? Чтобы у Мельниченко была самая дорогая яхта, и преступников было столько же, столько в Америке, и столько же было бедных. Вот итоги перестройки. Горбачёв может умирать спокойно. Он, Мавр, сделал своё дело. Мавр может уходить. ЕГЭ мы предлагали сто раз отменить. Давайте примем всех студентами, а на второй курс переведём только отличников. Вот хочешь учиться бесплатно, вот становись отличником. Профориентация будет лучше работать. А это, пожалуйста, ЕГЭ зазубрили, на кнопки нажали, и что дальше получили. А дальше они даже не понимают, какую профессию выбрали. Четверть выпускников вообще не работают ни по профилю своему. Это тоже имеет значение. Им трудно определить, преподаватели, школьные учителя могли бы прийти, можно пригласить, и чтобы было больше мужчин в школах. Но вот это всё остаётся проблемой. Вся школа одни женщины-учителя. Они прекрасны, но такого количества женщин нет ни в одной школе мира. Я их объехал все страны. 90% учителя мужчины. 90% судей мужчины. 90% преподавателей и так далее. Всё мужчины. 100% официанты мужчины. Это же историка, это классика. У нас всё перелопатили. Всё переделали так, что социальная политика, что голодец её? Признавать работу недовлетворительной? У нас даже такого права нет. Пожалуйста, какие вопросы? Всё. До свидания. В очередной раз мы проводим акцию по оказанию гуманитарной помощи жителям Донбасса и Луганска. Там идёт гражданская война. Там есть агрессия со стороны иностранцев, киевского режима. И вот этот новенький автомобиль УАЗ, он как бы как раз предназначен для тех территорий, где плохо с дорогами и в целом с движением, где, возможно, какие-то ухабы, рытвины. У него оба моста ведущие, высокий подъём. То есть он приспособлен как скорая помощь в сельской местности, в данном случае вот прифронтовая полоса для пассажиров. Он полностью заполнен. Одежда, обувь, то, что нужно сегодня там. Тёплые там есть валенки, унты, сапоги, которые нужны. Бывают морозы и там, минус 20. Лекарства и питание. Вот это как раз можно показать. Это очень важно. Вся опора резина, кожа и мех. Вот. Если понравится им, если там как бы надо, мы ещё направим партии. Сейчас несколько штук, тогда ещё больше. Мы оказываем эту помощь, поскольку помощь оказывают даже когда стихийные бедствия, землетрясения, наводнения. Помощь оказываем, потому что это русская земля, царская Россия. Это была территория войска Донского. В советское время это была единая территория Советского Союза. Была Донецкая область, Луганская область и так далее. А сегодня там хуже, чем во время Второй мировой войны. Бомбят каждый день. Уже три года. Погибло более 10 тысяч человек. Каждый день погибает 10 человек. Каждый день. Это и люди из ополчения, это школьники, дети, родители. Ну, куда летит амина, снаряд, ракета. Бомбят специально школы, больницы, поликлиники, жилые дома. Цель выдавить население, чтобы там их не было. Раз они не хотят жить под киевским режимом, значит задача, чтобы создать невыносимые условия. Это чудовищно. Уже уничтожено 10 тысяч. А сколько подверглись пыткам в застенках киевского гестапо под названием СБУ, Служба безопасности Украины. Поэтому и помощь эту оказывали. Не первый раз. Этот микроавтобус стоит полмиллиона. И там все, что есть, тоже это все пригодится им. До этого мы направляли автомобиль «Тигр». Один из самых современных таких вот транспортов для условий войны. Видимо, они готовы сесть, чтобы мы попрощались. Закрывайте эту дверь, пусть сопровождающий садится, значит наши патриоты. И под марш, прощание славянки. Автомобиль двигается в сторону Донбасса, где идет эта страшная гражданская война. И мы желаем мира, чтобы нигде никто не стрелял. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова